Санаса Дарбоу, Армату Двустору, Артум Мекин Дештер. Я обещал, что периодически буду выходить в прямой эфир. Вот сегодня мы только недавно провели большую встречу с экспертным сообществом, обсуждали вопрос экологической обстановки в городе Бишкек, вопросы смога. У меня на память приходит известная фраза, что каждый год с началом января мы обсуждаем смог, как только ситуация немножко теплеет, улучшается, мы про эту проблему забываем. Но сегодня мы хорошо поговорили с экспертами, обсудили тот план правительства, который был принят 6 января. Конечно, план не идеальный. Мы договорились, что мы скорректируем этот план и до конца января еще раз соберемся с экспертами, утвердим окончательную редакцию, определили ответственный орган, будет этим заниматься ГАОС. Соответственно, новый директор. И давайте, наверное, вместе с вами сделаем так, чтобы этот план просто не оставался на бумаге, а будем периодически заниматься его мониторингом и весной, и осенью перед началом зимнего сезона. Потому что объективно мы с вами должны признать, что мы не сможем решить эту проблему за один день, за месяц или даже за год. Это проблема комплексная, проблема большая. Четыре основных фактора загрязнения. Это и ТЭЦ города Бишкек, и новостройки, которые топятся углем и другим видом топлива, и автотранспорт в городе Бишкек, и мусорный полигон, который у нас есть. По всем этим вопросам у нас состоялся сегодня обмен мнениями и достигнуто понимание по наращиванию этих мероприятий для того, чтобы решать проблему со смогом. Будем надеяться, что все наши коллеги ответственно отнесутся к этому вопросу, и необходимые ресурсы мы тоже будем искать, в том числе и для перевода на газ ТЭЦ города Бишкек. И в целом будем вести консультацию с нашими партнерами по снижению стоимости газа. Это вопрос важный, вопрос стратегический. Я думаю, что мы вместе с вами найдем, и с нашими коллегами найдем понимание по этому вопросу. Что еще хотел сказать? Многие спрашивают, где результаты работы по таможне, и насколько эффективно это все работает. Хочу вам сказать, что результаты есть. Я специально перед эфиром подготовил несколько цифр, и несколько сравнений хочу вам дать. Если мы в мае месяце 2020 года при объеме импорта в 79 800 тонн, почти 80 тысяч тонн, поступление в бюджет составили 1,5 миллиарда сонов, то в ноябре месяце, уже по итогам ноября, при объеме импорта в 81 тысяча тонн, то есть практически сопоставимо, мы собрали 3 миллиарда 800 миллионов. Если там были разовые поступления, 780 миллионов, если мы их отнимем, то в любом случае поступление составит 3 миллиарда, это в два раза больше, чем в мае месяце. В целом, если смотреть по данным за ноябрь, декабрь, в части октября месяца, с момента утверждения нового состава правительства во главе с премьер-министром, рост платежей в среднем по стране, по таможне, составляет 30%. Это объективные цифры, объективные данные. За ноябрь месяц у нас таможня собрала 3 миллиарда 400 миллионов и в целом перевыполнила даже плановые показатели. Конечно, мы не вышли на те цифры бюджета, которые были утверждены в начале года и корректировки по таможне, но, тем не менее, мы сократили существенное отставание в конце года по этим направлениям. Хочу отметить, что в течение недели на всех таможенных пунктах пропуска и на всех пунктах пересечения с государственными членами Евразийского экономического союза будут установлены и запущены камеры фиксации номерных знаков. Отдельно будет вестись эта статистика и отдельно будут прикреплены к ней материалы. Это первый шаг. Сейчас наши органы уже нашли новые механизмы, как провозить неучтенные товары, но я думаю, что мы и с этим тоже разберемся в ближайшее время, решим вопрос. Еще хотел бы с вами поделиться одной новостью интересной. В конце года, буквально 30-31 декабря, Евразийским экономическим советом на уровне вице-примеров было утверждено решение о продлении на полгода, на 6 месяцев, национальных режимов по регистрации и сертификации лекарственных препаратов. Было очень много обращений со стороны наших фармацевтических компаний, которые занимаются производством лекарственных препаратов. Со стороны иностранных импортеров о том, что непродление этого режима может очень больно ударить по ценам на лекарственные препараты и в целом по рынку. На сегодняшний день нам удалось достичь согласия на уровне всех вице-премьеров всех стран ЕАЭС о продлении на полгода национального режима. Сейчас мы готовим отдельное крупное решение для того, чтобы в течение этих 6 месяцев все наши фармкомпании и иностранные импортеры могли зарегистрировать и сертифицировать лекарственные препараты и лекарственные средства на нашем рынке. Это решение будет касаться упрощенных механизмов регистрации и фактически оперативного признания и сертификации тех лекарственных средств, которые до этого у нас были зарегистрированы и которые прошли международную сертификацию в европейских и других странах. Я думаю, что это станет таким большим и серьезным решением в части ликвидации коррупционных схем в Департаменте лекарственного обеспечения и в целом в фармацевтической отрасли. Кроме того, также хотел бы отметить, что буквально 4 января мы провели встречу по развитию фондового рынка с участием Национального банка, Кыргызско-российского фонда. Кыргызско-российский фонд официально стал акционером Кыргызской фондовой биржи. Это решение должно очень сильно стимулировать фондовый рынок, рынок ценных бумаг именно наших компаний, которые занимаются здесь производством, для получения альтернативных источников доходов. То есть у наших граждан, у нашего бизнеса, у коммерческих банков появится возможность приобретать акции и облигации, ценные бумаги наших производителей, а они, в свою очередь, получат капитализацию, дополнительный объем финансирования для развития своего производства. Это очень символичное решение, тем более, что такой крупный игрок, как Кыргызско-российский фонд, заходит на работу на финансовом рынке, то есть расширяет инструменты поддержки нашего предпринимательского сектора. Очень важно, что это решение было поддержано всей командой Кыргызско-российского фонда, включая представителей российской стороны. Я думаю, что это будет очень хорошим сигналом для всего рынка и для всего финансового сектора нашей страны в части работы. Я знаю, что очень много проходит различных обращений и по работе наших дипломатических представительств, по ценовой ситуации. Что касается посольства, буквально сегодня были даны соответствующие поручения по увеличению количества сотрудников консульской службы, по увеличению времени работы. В случае возникновения каких-либо очередей посольство будет принимать оперативные решения. Точно так же, я отметил по нашим фармкомпаниям, хочу сказать, что в ближайшее время будет проработан вопрос по поставке вакцин от коронавирусной инфекции в нашу страну. Сейчас мы запросили все необходимые материалы для проведения работы по сертификации лекарственных этой вакцины в соответствии с международными требованиями. Как только мы получим соответствующие подтверждения по безопасности, по эффективности, по побочным эффектам применяемых вакцин, мы в самое ближайшее время проработаем вопрос для того, чтобы первые партии вакцин были поставлены в нашу страну. Я думаю, в течение первого полугодия этот вопрос будет решен. И на добровольной основе все желающие в соответствии с тем объемом, который к нам будет поступать, то есть в первую очередь это, конечно, группы рисков, это врачи, это учителя, те, кто находятся в тесном контакте, и дальше потом все желающие на добровольной основе смогут воспользоваться этими. По стоимости вакцины и по другим направлениям будет понимание несколько позже, но самое главное, что этот процесс идет, и мы надеемся, что он закончится в положительном ключе. Уважаемые друзья, не буду отнимать у вас много времени, тем более, что впереди у нас предстоят большие мероприятия, 9-е, 10-е число, вы все знаете, что у нас будет происходить. Надеюсь, что вы не останетесь равнодушными и сделаете свой выбор в этой части. Спасибо вам за возможность общения, и спасибо за вашу поддержку, и за вашу критику тоже спасибо, потому что это помогает правительству держаться в тонусе и оперативно реагировать на возникающие трудности. Всем больших успехов, удачи и до встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!